А я ни при чем. Водители междугородних рейсов взяли на вооружение новую уловку, чтобы не было претензий к тому, что они подбирают безбилетников у автовокзалов. Подходящих к ним пассажиров они просят подождать. А за пять минут до отбытия, когда набралось достаточно людей, вдруг посылают их в кассу за билетами. Соответственно, выстраивается очередь. Многие, махнув рукой, забираются в салон уходящего автобуса, так и не купив билеты. Администрации автовокзалов недовольны. Из госбюджета утекают огромные суммы. Новую тактику водители междугородних рейсов применяют сравнительно недавно. Но схема действенная. Ведь получается, вина безбилетников целиком и полностью лежит на нерасторопных кассирах и на администрации автовокзала. А у водителя и на репутации не пятнышко, и в кармане не пустая. Шоферии в микробузе, в мод специал, admit эмбаркария калатурилор при пероанле autогарии, с пасажири фэрэ билетии, и только на несколько минуты после билетии, в мод специал, они привыкли на кассу, как на кассу, как на кассу, и, в основном, с формирование кассира. И, когда в моменте билетии, в последнее время, калатурилори, возможно, не успевают билетии калатуре, и, в принципе, подыграть водителю не против. Работники автовокзала пытались воззвать к их сознательности, напомнить, что для покупки билета в кассе не нужно разрешения шофера, даже напоминали, что их деньги оседут в кармане водителя и ни копейки не попадёт в бюджет, из которого они будут ждать и даже требовать себе зарплат, пенсии, помощи. Но нет, не достучались. Ответ好了, как мы быстрее рассказывали, что у нас не имеет билетию известного рублей для машины, это деньги бесплатные, деньги в бюджет, это деньги, расшеления, заработали, но в данном, что шоферии, которые транспортны калатуре из районой, в центр аиональной массовой, На данный момент камеры автовокзала показывают, что на протяжении 15 минут у кассы стоят не более трех человек. Как только съемочная группа первого в Молдове вышла из здания администрации вместе с руководством автовокзала, водители резко попросили безбилетных пассажиров выйти из транспорта. Почему вы вышли из маршрутки? Я? Да. Попросили? Попросили, да. Почему именно? Насчет билетов. У вас есть билет или нет? Я только недавно сел в маршрутку, и я дожидаюсь, пока мне дадут билет. Уже через 15 минут у кассы образовались очереди. Последняя запись с камер видеонаблюдения автовокзала была получена для нашего телеканала в 14.25. Сейчас на часах уже 14.39, и мы можем наблюдать значительный прирост людей к кассам автовокзала. Видимо, водители испугались камеры и решили, что лучше перестраховаться. Поговорить с хитрицами нам не удалось. Камер такие водители боятся. Зато получилось найти официальных и честных перевозчиков. Им, как выяснилось, эта схема совсем не нравится. И другие уловки, которых немало, тоже. Из-за ушлых товарищей по баранке они немало теряют. Он работает там, например, в кукурузине, а он кричит, вот, как слышите, Аргеев, Аргеев. Он тоже самый хочет загрузиться. А он не кричит ни разу, там, кукурузине или там, нарочение или что. Так что, это наши конкуренты. Они всё время как будто нам мешают. По последним подсчётам руководства Центрального автовокзала, ежемесячный госбюджет недополучает около 15 миллионов леев. Официально за год некоторые перевозчики доставляют в Кишинёв около 600 пассажиров. Это примерно по два в день.